Всем привет! Меня зовут Нала, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы писали мне в ВКонтакте. Не спрашивайте, почему я в шапке, просто мне кажется, что она слишком классная. Боже. Вот, надеюсь, что я смогу ответить на все вопросы, самые интересные, по моему мнению, и, конечно же, те вопросы, на которые я еще не отвечала. Для тех, кто впервые здесь, у меня есть целых два вопрос-ответа, вот, всякие ваши вопросы, на которые я отвечала. Если вдруг вы не увидите здесь ответ на ваш вопрос, который вы писали, то, скорее всего, этот вопрос уже был в одном из выпусков. Я ссылочки на эти два видео оставлю в описании, и вы сможете заглянуть туда и посмотреть, может, найти что-нибудь для себя. Вот. Ну что ж, еще хотелось бы заранее извиниться, и если я произнесу чье-то имя или фамилию, или ник ВКонтакте, неправильно, потому что... Ладно, поехали. Полина Надымова спрашивает. В каком возрасте ты осознала, что хочешь и можешь рисовать? Если ты уже отвечала на этот вопрос, сорян. Ну, не знаю, у меня вообще семья, на самом деле, как я уже говорила, очень такая творческая. У меня дедушка пишет песни, играет на гитаре. Бабушка у нас пишет книги, статьи всякие литературные. Также она в детстве, я знаю, что она очень хорошо рисовала. Моя мама работает дизайнером, она закончила художественную школу, и мой папа, он тоже закончил художественную школу в свое время. Так что, я думаю, у меня это было уже с детства. Я не помню этот момент, когда я вот точно осознала, что хочу рисовать. Но, думаю, это было в раннем каком-то детстве. Фаина Маяковская спрашивает. Как ты пришла к рисовашкам, что заставило тебя начать рисовать? На самом деле, сначала мама, которая отправила меня в самом еще детстве на кружок по рисованию. Потом меня тоже пинками позад отправили в художественную школу. Да. Ну, а потом уже я решила создать паблик. Ну, как я решила... Спасибо Марте, которая в свое время тоже создала свой паблик. И такая, а что ты не хочешь тоже себе сделать группу ВКонтакте или еще что-то? Я такая, да, действительно, почему бы мне тоже не начать рисовать и выкладывать в интернет? И вот, понеслось. Чем ты обычно завтракаешь? Спрашивает Екатерина Кураева. Да, странный вопрос. Завтракаю? Ну, когда как, но в основном это либо каша, либо творог. Все. Вот, на самом деле, ненавижу все равно кашу, но говорят, что она очень полезная и приходится мне все равно есть. Екатерина Попова спрашивает, что вдохновляет тебя? Ну, как я уже говорила, меня вдохновляет много чего. То есть, я могу сходить на фильм, и меня он так вдохновит, что я приду и буду рисовать что-нибудь по нему, пока мне не получится что-нибудь годное. Бывает, что меня вдохновляет музыка, что чаще всего, вот, ты слушаешь просто и такой, о боже, какая она прекрасная. У тебя в голове уже сразу возникает что-то, что ты хочешь изобразить. И это, на самом деле, очень классно. Какой у тебя любимый фильм, и что тебя вдохновляет? Спрашивает Ира Кондратюк. Еще раз извиняюсь за неправильно произнесенные фамилии именно. Простите. Нет, пожалуйста. На самом деле, у меня, я думаю, много любимых фильмов. Это, ну, во-первых, Великий Гэтсби. Я могу пересматривать много раз, потому что, во-первых, в нем есть песня Лан Дель Рей. Это все уже любовь с первого взгляда. Потом там очень классная атмосфера. И вот, когда ты смотришь, ты видишь все вот эти костюмы, как они делали прически. Мне это очень нравится. Вот, я люблю фильм в плане атмосферности. Еще я могу сказать, что... Мне очень понравился фильм «Исчезнувшая», потому что, когда я смотрела в кино... Не буду вам спойлерить, но когда я смотрела в кино где-то на середине фильма, когда я думала, что вот он уже закончится, это была только середина, и там был такой неожиданный поворот в сюжете, что я просто... О, боже, о, боже, о, господи! В общем, я была очень довольна этим фильмом. Еще мне нравятся многие мультики. Как я уже говорила, Каролина в «Строении кошмаров». Вот, отечественные мультики радуют. Иван Царевич и Серый Волк. Ну, я считаю, что он, конечно, не супер, но посмотреть его можно. Вот. Что ж, из фильмов еще я недавно посмотрела «Коллекционеры», который как бы ужастик, но как бы и не ужастик. Нет, ну то есть это что-то по типу пилы, только не такой противный. Ладно, я не буду сейчас много говорить, а то я не успею на другие вопросы ответить. Как пришла в голову сделать... Как... Господи, странная постановка вопроса. Как пришла в голову сделать фанфик по твоим персонажам? Наверное, человек имел в виду, как пришла идея в голову сделать фанфик по твоим персонажам. Саша Луцу спрашивает. Ну, на самом деле, когда-то давным-давно я просто... У меня была идея, которая постепенно обрастала всякими... Вот, постепенно обрастала сюжетом и всякими поворотами, может быть, интересными, какими-то действиями. Вот, чтобы это было все более красочное, яркое. На самом деле, это должен быть уже, как я говорила, комикс. Как бы я его начала делать, но не доделала, потому что я решила... Так, мне надо написать фанфик, мне надо написать сам рассказ, вот, основной, а потом по нему уже рисовать. А то я сейчас запутаюсь, ничего не пойму. И если вы сейчас откроете комикс и посмотрите его, то там видно прямо, когда я первую страницу рисовала и последнюю. Там реально огромная разница. Я решила, блин, ну что это будет? У меня первые две страницы будут нарисованы абы как, последние страницы будут более-менее ничего, и надо подождать, пока я уже, мой стиль устаканится, устоится и подучить анатомию, и цвет тени, а потом уже только рисовать. Вот, ну, изначально я думала, что это будет комикс. А сейчас я уже не знаю вообще, там что-то столько всего напридумала сама, что в шоке. Анастасия Бродская, или Братская? Бродская, наверное. Какие жанры аниме предпочитаешь, если вообще его смотришь? У аниме есть жанры? Я просто из церкви. Аниме это же сам по себе жанр. Или я ничего не понимаю? Ладно, я просто пропущу этот вопрос, можно? Какие любишь специи? Марина Оплеталова спрашивает. Специи? Вот это действительно странный вопрос. Тут недавно у нас обнаружила дома специи, вот, знаете, к шашлыку или курице. И вот обычно, когда мама бывает макароны без всего, ну, если кетчупа там нет или еще какого-нибудь соуса к ним нет, я просто беру эти специи, сыплю в макароны и довольно радостно ем. Я не могу сказать, как они точно называются, но если тебе интересно, я могу их тебе сфоткать и отослать. Хочешь? Вот, личным сообщением ВКонтакте. Если бы ты была Налой, то кого бы ты выбрала, Сета или Мета? Лиза Сухарева спрашивает. Боже, это такой сложный вопрос. Если бы я была Налой? Вообще, я бы не хотела быть на месте Налы, потому что... Тут еще будут такие вопросы, ладно, я к этому вернусь. Но все-таки, если бы я была на месте Налы, то я бы выбрала Сета, потому что он как-то адекватней. Некто, Варя, спрашивает, была ли ты в Самаре, если, да, знаешь, какие там магазины, какие там магазины с круто-канцелярией, станет ли рисование твоей профессии? К сожалению, я не была в Самаре и не знаю магазины с круто-канцелярией. Круто-канцелярия. Может, я неправильно читаю? А, нет, так написано. Станет ли рисование моей профессии? На самом деле, я не знаю. У меня остался один год до поступления в институт, и я просто в метаниях. Я не знаю, кто там мне. Либо мне идти на юриста, либо мне идти на аниматора, либо идти на дизайнера. Но я надеюсь, что все-таки я миную ЕГЭ, сдам как можно больше экзаменов. Я на это надеюсь, конечно. Вот. И смогу подать документы во множество вузов, а там уж куда возьму, туда и пойду. В общем, я надеюсь на это. Но, вообще, у меня здесь такая идея стать аниматором. Но там очень геморройно. Там такие экзамены, что... Если бы ты была персонажем аниме, то кто бы это был? Вот. Кстати говоря, могла бы... Мне кажется, я очень хорошо вписалась бы в роль Эльзы из Ферри Тейла. У меня такая прям бой-баба. Вообще классная. Да. Наверное, не против была бы побыть ею. Анна Сагамонова спрашивает, задумываешься ли ты о новых персонажах? Появились ли какие-нибудь мысли? Буду рада, если ответишь. Ну, как я уже говорила, я хотела сделать персонаж, но потом подумала, нет, слишком много. Слишком много мне персонажей, я и так не успеваю, как вы видите, всех рисовать. Мария Холод спрашивает, вот тебе нравится сериал Шерлок. Тебе бы хотелось нарисовать или же написать фанфик, как твои персонажи в роли героев сериала Шерлок. Ну, мне кажется, это будет уже какой-то плагиат, нет? Ну, можно было бы. Но это очень сложно, понимаете? Писать... Вот я уже не задумывалась об этом. Писать детективные какие-то романы или просто детективы, это реально сложно, потому что тебе нужно продумывать весь сюжет досконально, чтобы это было классно, интересно и захватывающе. Ты должен так сесть и нехило над этим подумать. Кто убийца? Зачем убил? Или там еще что-то. И все вот это надо разработать для мельчайшей детали, чтобы зрителю или читателю было очень-очень интересно. А я человек ленивый, как вы могли заметить, и для меня это будет очень все сложно, ленивый. Я, конечно, подумаю, подумаю. Либо это будет чушь, либо это будет слишком долго. Поэтому детективы вообще писать очень сложно. Тем более, тем более по-святому, по Шерлоку. Сколько примерно у тебя занимает рисунок времени? Анастасия Франк спрашивает. Ну, смотря какое. Ну, набросок, я думаю, я делаю минут за 15 максимум. Ну, минут за 10 я могу так быстро набросать. Если полноценный рисунок, типа, что-нибудь... Вот, я не знаю, видно вам, типа, вот такого Цезаря, я думаю, где-то час. Ну, где-то час я могу, да, потратить на рисунок. Если там многофигурная композиция, и это все в красках или в карандашах, или тоже маркерем я рисую, то это будет часа два, наверное, два с половиной. Как-то так. Ой, а вот еще, если про диджитал тебе интересно, то в диджитале я очень, очень, очень долго рисую. Поэтому у меня в последнее время очень мало стало этих работ в паблике вообще, потому что, блин, очень долго, потому что... Маша Моисеева задает вопрос. Как долго ты пользуешься маркерами? На самом деле, маркерами я рисую где-то года два. Вот. Линерами какой толщины ты пользуешься чаще всего? Будут ли в ближайшее время какие-нибудь видеоуроки по рисованию? Юлия Денисова спрашивает. Спросила. Вот. Линерами я обычно беру такие посредненькие, наверное, это 0,1, 0,3, 0,5 максимум, потому что они уже слишком толстые. Так. Будут ли в ближайшее время какие-нибудь видеоуроки по рисованию? Я надеюсь, что да, если все будет хорошо. Если у меня не будет камера тормозить, и если вам это интересно и нужно, то надеюсь, что будет. Дима Клеймот задает вопрос. Левый или правый твикс? Хм, ну вот это реально классный вопрос. Ну смотри, я сейчас даже... Смотри, когда ты покупаешь твикс, тебе дают упаковку. Если ты правша, тогда ты берешь и, ну, как бы, обычно, да, ты тянешься за левый кончик упаковки, и, ну, как бы, я обычно отрываю ее, да, вот так. И, соответственно, у меня оголяется больше левый твикс, если так вообще можно сказать. Вот. И, как бы, поскольку он ближе находится ко мне и к моему рту, то, значит, кусаю я левый твикс, поэтому левый, да. Хотя, знаешь, это тоже спорный вопрос. Это зависит от того, наверное, как ты повернешь упаковку. То есть ты можешь съесть так, ты можешь съесть так, в зависимости от того, как ты ее повернешь, он будет либо правый, либо левый. Боже. Веришь ли ты в волшебство? Волшебство. Это я. Это я неправильно. Веришь ли ты в волшебство? Соня Кнельц спрашивает. Очень бы хотелось. Нелли Шмидетт задает вопрос. С чем именно ассоциирует у тебя Нала, когда ты ее рисуешь? Не знаю, с каким-нибудь несчастным существом, может быть, с зайчиком. Ну, мне кажется, что она очень несчастная. Марина Черникова задает вопрос. С кем бы была Нала в Шерлоке? Ну, не знаю, как Нала, а я бы очень хотела быть самим Шерлоком, потому что он дофига клевый. Опять Марина Черникова спрашивает. Ты когда-нибудь покажешь второй скетчбук? Не знаю, если вы готовы познать всю боль и весь кошмар, и лицезреть его, то я могу его вам показать. И если вы после этого еще не отпишетесь и не начнете заикаться. Маша Чаа спрашивает. Ты читаешь какую-нибудь мангу? И вообще, как ты относишься к манге? Сейчас я мангу не читаю, потому что я считаю, что это бесполезная трата денег. Нет, ну серьезно, зачем мне манга, если я могу нарыть его где-нибудь в интернете? Ну, в смысле, книжки я не покупаю, хотя в моей далекой молодости я помню, что покупала, что мне она очень нравилась. У меня даже есть несколько книжек, по-моему, в тетради смерти и по Наруто, еще почему-то, да, по-моему, все. Вот. Как ты относишься к манге? Нормально я к ней отношусь? Ну, не холодно, не жарко, вот понимаете, я уже человек, который пережил вот этот период, период аниме, когда ты видишь все это и такой, о боже, о боже, мне сейчас это по барабану вообще. Сама я себе мангу не куплю, потому что я считаю, что мне это не нужно, я уже более-менее взрослый человек, да, сказала, десятиклассница, которая купила себе куклу. Ладно, это сейчас не про нее. Нет, я просто считаю, что манга это, ну, только для фанатов, только для любителей. Если мне ее кто-нибудь подарит или она вдруг упадет на меня с неба, то я, конечно, ее почитаю, я не буду против. Нелли Шмидта-то опять спрашивает, какие скетчбуки ты предпочитаешь и почему. Ну, на самом деле, я уже много-много раз говорила, что я обожаю скетчбуки-книжечки, потому что они классные, потому что в них можно рисовать развороты. Ненавижу я скетчбуки с пружиной, боже, это просто, я не знаю, для меня это просто какой-то ад. Во-первых, когда ты рисуешь, мне неудобно руке, когда я в таких скетчбуках рисую. Мне неудобно, потому что, потому что они, ты их когда кладешь, они, по-моему, шкрябают этой пружиной. Потом разворот нарисовать очень сложно. В общем, ну, плохо я к этим скетчбукам отношусь и покупаю их только в крайнем случае. Вот я его купила, вот, ну, подумала, я переборю себя, но я не могу, к сожалению. Уж слишком он. Не для меня. Анастасия Думовик спрашивает, были бы вы рады, если ваш подписчик отправил вам посылку с копиками, скетчбуком и т.д.? Господи, конечно, была бы рада. Я была бы просто на сневом небе от счастья. Мне кажется, любому было бы приятнее, если бы его подписчик ему что-нибудь отправил, да и вообще какой-нибудь хороший человек кому-нибудь что-нибудь отправил. Серьезно, доброе дело. Мария Знаменская спрашивает, нарисовала бы ты когда-нибудь горячий ЙОйс на этом и с этом? Я не знаю. Слушайте, это слишком. Я не знаю, возможно, но очень-очень вряд ли. Вы знаете, что я отношусь к этому всему не очень хорошо, но вряд ли. Вряд ли, скорее всего, склоняюсь к ответу нет. Мария Черникова задает вопрос. Ты смотрела Королевы Крика? Как бы выглядела Нала, если бы была Шанелью? И вообще, какие сериалы ты сейчас смотришь? Королевы Крика я не смотрела. Хочу посмотреть. На самом деле, я очень странный человек. Я боюсь смотреть сериалы, потому что я сердечно боюсь, что они мне не понравятся. Вот, допустим, начну я что-нибудь смотреть, как с третьим сезоном Американской истории ужасов, а он мне не понравится. Поэтому я сейчас пересматриваю всякие фильмы, типа, «Заложницы» и радуюсь жизни. Но хочу посмотреть Королевы Крика. Пятый сезон, я знаю, уже вышел американский... Ну, как бы вышел? Да выходит. Выходит Американская история ужасов. Вот, и еще мне одна моя подружка советовала посмотреть Фарга. Так что я думаю, посмотреть надо будет. И «Офис», говорят, крутой сериал. Но что-то я слишком боюсь, что вот эти все сериалы, они не оправдают моих надежд, и я буду очень расстроена по этому поводу. Ксю Богина спрашивает. Когда у тебя день рождения? Кто ты по гороскопу, ну или вот какого животного ты родилась? Ну-ну-ну, свой возраст, я вам не скажу, даже не думайте. В каждом блогере должна быть какая-нибудь тайна, и пусть для вас тайный будет мой возраст. Ладно, когда у тебя день рождения? У меня день рождения 7 сентября. Кто ты по гороскопу? По гороскопу я, соответственно, дева. А в год какого я животного родилась, я не скажу, вот, а сразу вы все поймете. Даша Третьякова задает вопрос. Опиши процесс рисования на планшете. Вкратце. Набросок, потом я сделаю новый слой, все это обвожу, делаю лайн, а потом уже делаю цвет. Ну, собственно, процесс тот же самый, если бы я рисовала в трагишке. Опять Даша задает вопрос. Как ты изучаешь анатомию? На самом деле я просто беру всякие туториалы, смотрю на них, впитываю, а потом стараюсь как-то это все передать и отобразить на бумаге. На самом деле туториалы очень классная штука, и это реально помогает, если вы не знаете, как рисовать. В общем, еще можно изучать занятие анатомии. Вы можете просто посмотреть всякие, набрать там в гугле или в яндексе строение человека и посмотреть там, что, как, вообще где находится, чтобы примерно знать, чтобы не делать ошибок всяких. Там, касая нога, там, я не знаю, грудь в неправильном месте. Знаете, иногда бывает рисуют. Очень смешно выглядит. Будешь ли ты когда-нибудь создавать персонажи пони, Ингис? Спрашивает. Согрее всего, нет. Я не сильна вообще в понях. Юлия Гаврюсева, я надеюсь, правильно, прости меня, если неправильно произнесла, спрашивает, увлекаешься ты чем-нибудь, кроме о рисовании? Ну, раньше я пела, это еще очень давно, как я уже говорила, и сейчас я пытаюсь научиться играть, ну, как бы я умею играть на гитаре, но я пытаюсь некоторые песни выучить, чтобы потом их играть. Да. Если бы Нала была бабочкой, то какой? Алиса Дудина спрашивает. Это была бы капустница, которая сначала червячок, а потом бабочка. Хотя все бабочки такие, но мне кажется, Нала должна быть именно бабочкой-капустницей. Нелли Шмидт, опять самый активный у нас участник. И вопрос-ответа. Спрашивает, задумывалась ли ты о том, как выглядят родители Мэтта, Сета и Налы? Конечно, задумывалась, и я думаю, все это будет фанфик, если я, конечно, соизволю его продолжить, потому что у меня сейчас вообще никакого вдохновения и желания его писать нет, потому что что-то я перенапряглась, по-моему. Лука Вавилонский спрашивает. Ты проснувшись с вырезанным шрамом в виде глаза на лбу, что бы ты предприняла первым делом? Ну, я думаю, я бы отрезала себе челку, чтобы никто не видел этого. Блин, это реально стремно, особенно если шрам. Виктория Купри спрашивает. Том или Марко? Господи, конечно же, Том. Выбор очевиден. Что вы больше всего ненавидите? Резеда Дениевы спрашивает. Господи, больше всего я ненавижу, когда берут мои работы и выдают их за свои. Мне кажется, это бесит любого художника. Карина Рамазанова спрашивает. Есть ли путевый магазин в канцелярии? В канцелярии на севере Москвы приблизительно на серые ветки. Я не знаю, я там не обитаю, поэтому не могу сказать. Настя на нас спрашивает. Какие твои любимые персонажи в Гарри Поттере? Ну, я думаю, это сам Гарри, конечно. Рон мне очень нравится. Потом Невил Бруглапупс. И Драко Малфи, конечно, куда же без него. Ну, еще Северус Няшка. Алексей Чертовский спрашивает. Ты меньше играть на музыкальных инструментах? Я, как я уже говорила, я пытаюсь играть на гитаре. Ребята, при причине час ждут давно чужие сына. Здесь Джеймон Пюс и Фильм, парнишка. Всегда здесь хорошо идите к нам. Как-то так. Катя Машенька спрашивает. Сколько лет ходишь в художку? Года два или три, по-моему. Я точно не могу сказать. Потому что я переходила из одного класса в другой. Пришла туда раньше, чем... Точнее, позже, чем нужно. И что-то меня переводили там, короче, из класса в класс. Поэтому я не могу сказать. То есть я могу, но для этого мне придется все это долго вспоминать. Мне не хочется. Марина Токио спрашивает. Будешь снимать видео про свое рабочее место? Надеюсь, что да. Но у меня очень с этим сложно, потому что рабочее место у меня в одной комнате, а моя комната – это другая комната. Аружан Дощанова спрашивает. Будет ли точное расписание видео у вас на канале? На самом деле, я думаю, что у меня будут видео выходить только по средам. Но тоже не всегда. Габриэль Нашиев спрашивает. Участвуешь в РП «Ролевое приключение»? Я не знаю, что это, поэтому нет. Дамир Калистов спрашивает. Если бы у тебя был выбор, чтобы один из твоих персов ожил, то кого бы ты выбрала? Думаю, это будет не Нала, не Мэтт. Хорошая идея была обоживить Сетта, но нет. Потому что он для меня слишком старый. Думаю, это был бы Цезарь. Идеально. Потому что Цезарь... Цезаря можно упаковать в кота. То есть... Это же гениально. То есть, если... Как бы... Он тебе и как мужчина, и как кот. То есть, кормить ты его можешь как кота, а он будет тебе сумки таскать, как мужчина. Это прекрасно, я считаю. Камила Магомедова спрашивает. Где ты учишься? В училище, если да, то на каком отделении? Я учусь в школе. Ну, скоро уже... Всё. Осталось совсем чуть-чуть отучиться в школе. Дарья Лисицева спрашивает. Есть ли у тебя парень? Нет. У меня никого нет. Кристина Анянова спрашивает. Есть ли у Джои Дезрепермы парни? Не буду разглашать, потому что в конце фанфика всё узнаете. Алина Рыжкова спрашивает. В одном из последних видео ты говорила о сходке на зимних каникулах и велела следить за новостями, кому интересно. Запятые. Так, я что-то проспала или не будет сходки? Возможно, я перепутала. Тогда не обращайте на это внимания. Нет, на самом деле сходка будет, и скорее всего она будет либо 10-го, либо 11-го. Так что готовьтесь. Скорее всего она будет, как всегда, в парке культуры. Так что вы ждите. Я вот точно определюсь с датой. И напишу точное время в памятке. Юлия Ганн спрашивает. Что ты создала первым фанфик? Канал на ютюбе или группу ВКонтакте? Конечно, группу. Значит, потом у меня появился канал на ютюбе. А потом уже я завела себе аккаунт на фитбуке. Да. Найт Киллер написал мне целый список вопросов. Представляла ли ты себя на месте Налы? Ну, поскольку я пишу фанфик, мне надо это делать. Есть ли реальные люди, образ которых повлиял на образы твоих персонажей? Конечно же, есть. Если есть, то покажи их фотографии, пожалуйста. Нетушки. Это слишком секретная информация. Есть ли ум этой слабости? Конечно, есть. Он же не машина. Хотя даже у машины есть слабости. Думала ли ты о прошлом детстве своих персонажей? Конечно, думала. И это все будет раскрываться. Будет раскрываться. Кого из персонажей тебе приятнее всего рисовать? Мне приятно рисовать всех. Будет ли сходка на новогодних праздниках? Будет. Так. Ой, тут еще вот так много вопросов. Будешь ли ты выкладывать еще видео про анатомию? Екатерина Дайчук спрашивает. Буду. Даша Химка спрашивает. Почему именно этот Шерлок тебе нравится? Почему не старый или не другой в английской версии с Робертом Дауни-младшим? Почему именно он? Там же даже сюжет не по книге. Смотри. Вся суть нового Шерлока в том, что он осовременен. Что это все дело происходит в наши дни. Ну, не считая последней серии, потому что это просто шедеврально. Как бы сериал сделан по книге, но не совсем. Как бы основные идеи взяты оттуда, но переделаны на современный лад. И именно в этом вся изюминка и фишка Шерлока. Ну, и Бенедикт Камбербэтч, конечно, ход-ход-ход. Майя Алоэ спрашивает. У тебя есть партнерка? Я не буду скрывать, и есть. Анна Пономарева. Света, передай мне привет. Мой вопрос такой. Какие принадлежности для рисования тебе больше нравятся? Какими чаще пользуешься? Какими чаще рисуешь? Именно в скетчбуках удачи себе и никогда не забывай нас. Ведь мы тебя поддержим всегда в любой ситуации, какой бы ты ни была. Это очень приятно. Передаю привет Анне Пономаревой. Привет, привет, привет тебе. Счастья, добра, удачи. С Новым Годом. Какие принадлежности я использую? Это, конечно же, копики. Черная гелевая ручка и лайнер. Карандаш и ластик. Вот. Ну, цветные карандаши это очень редко. Анастасия Черных спрашивает. Твои одноклассники знают, что у тебя есть канал и группа, и как они к этому относятся? Ну, половина моих друзей, как бы самых близких, таких, с которыми я чаще всего общаюсь, они, конечно же, знают, и мы это обсуждаем, они меня поддерживают, предлагают всякие свои идеи. А половина одноклассников, с которыми я общаюсь не так часто, они об этом не знают. Я надеюсь. Или знают, но как-то не проявляют никакого участия или внимания к этому. Ну, оно и к лучшему. Агент Краус задает вопрос. Дорогая Нал, мой вопрос звучит так. Какие страны, города вы посещали? Заранее спасибо за ответ. Я посещала Испанию, Черногорию, этот ад Хорватию, Египет, Турцию, конечно же. Вот. Это всё из стран. Потом, значит, города вот именно по России. Псков, Новгород, Санкт-Петербург, мой любимый город после Москвы, конечно же. Краснодар, Сочи. Крым, теперь он стал наш. Ура. Анапу. А, ещё я была в Киеве, в Украине. Вот. Кстати, там очень здорово. Мне кажется, всё. Здесь я ничего не забыла. Екатерина Полякова спрашивает. Передай мне привет, пожалуйста. Привет, Екатерина Полякова. Я желаю тебе здоровья и счастья. Удачи в новом году. Вот. Теперь к вопросу непосредственно. Скажи, пожалуйста, о художественной школе. Как ты туда поступила? Какой любимый предмет? Что родители говорят о твоих рисунках? Ну, на самом деле, у меня дома очень такая интересная обстановка в плане творчества, потому что моя мама художник. И она очень требовательная ко мне. Так что, если я приношу что-то, что является, ну, как бы не совсем удачным, то у нас тут же по этому поводу разгораются скандалы. Я не так рисую, не как надо. Я там неправильно, тут неправильно, тут фон на передний план лезет, тут там ещё чего-то. В общем, у нас часто из-за этого бывают не то чтобы ссоры, но моя мама очень часто меня критикует в довольно жёсткой форме. Насчет художественной школы поступила я тогда, по-моему, сразу в второй класс, а потом со второго класса, ну, то есть, как бы уже прошёл год, я поступила в третий класс. И с третьего класса меня перевели в четвёртый. Вот. Какой любимый предмет? На самом деле я люблю всё, кроме скульптуры, потому что у нас раньше там был учитель не в себе. И история искусств. Хотя история искусств тоже, я считаю, интересный предмет. Сейчас у нас новая учительница по скульптуре, и я надеюсь, что у меня всё будет лучше с этим. Хочешь ли ты связать свою будущую профессию с рисованием? Ну, на этот вопрос я уже отвечала. Представь, ты просыпаешься ночью и видишь сидящего за столом сэта с бутылкой, и ты подходишь к нему, чтобы проверить, реально всё это или нет. А он поворачивается и предлагает тебе выпить с ним детского шампанского. Что ты сделаешь? Пойду спать обратно, потому что такого никогда в жизни не случится. Это, кстати, был вопрос от Анны Берленковой. Надеюсь, правильно. Мария Зарипова спрашивает. Твои родители знают о существовании группы и канала? На что ты снимаешь? Я снимаю на флажде утюг! Ну, на самом деле, моя мама и мои бабушка и дедушка, вообще вся моя семья, она знает, что у меня есть канал на ютюбе, и что я снимаю для вас видео. Это они знают. И про группу они тоже знают, так что всё ок. Лиля, кем его задаёт вопрос? Твои любимые музыкальные исполнители? Ну, на самом деле, как вы всё знаете, я, конечно же, люблю Лану Де Ле Рей, Марину, Энди, Ди Даймондс, потом я люблю Фоллаут Бой, Рамштайн не проще послушать иногда, особенно вот всякие их песни вместе с Тату, потому что это просто убойно звучит. Imagine Dragons, ну и всякие песни, песни группы, в зависимости от моего настроения, самочувствия и тому подобное, я могу слушать. Ну, вот это вот такие прям основные. Ну, что ж, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы, которые вас интересовали. К сожалению, ещё раз извинюсь, что не на все, потому что их просто очень много, и видео займёт часа три, если я буду досконально отвечать на каждый ваш вопрос. Я для себя выбрала самые интересные и неформальные вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что в скором времени у меня выйдет видео про мою комнату. Очень надеюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Что-таки я это сделаю? Вряд ли. Я села на эту лизу. Боже, я его убью. Ребята, приключений час ждут, а в ночь же и земна. Здесь Джейкланд, пёс и Фильд, больничка. Всегда здесь хорошо идите к нам. Как-то так. Надо теперь её обратно нести. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...